Ребята, всем привет! С вами я, Нателла. Ну и подурачилась я, и попуражилась, и вот сейчас в преддверии старого нового года, как говорится, все мы готовимся опять. Вы знаете, уже как обязаловка, необходимо отмечать. Я, конечно, этот праздник никогда не отмечаю. Вот вчера побегала, как говорится, весела с уборочкой, влажную уборку сделала, но елку еще не выкинула, там мне написали, что она осыпалась. Ребята, осыпалась конкретно, вообще никуда не годится. Ну, хотя покупала, ну, одну купила ее, ель, елочку, а другую мне подарили. Вся осыпалась. Ну, 14 числа еще, как говорится, доживем, чисто поужинаем и, как говорится, в освоятии. Я надеюсь, так же самое все люди не так там бездно уже будут отмечать, но какой-то, наверное, там праздничный стол и все такое. Ну, это всем понятно. Хочу поблагодарить, когда я вела прямой эфир. Ой, ребята, вот так меня поддержали, большое спасибо. И вот сейчас хочу решиться вот скоро, в скором времени тоже на второй эфир, посмотрим, что из этого получится. Кстати, вы знаете, такое было легкое, такое, знаете, пощипывание во всем теле, такая энергетика, так приятно. Я честно, вот вам честно говорю, я не ожидала, не ожидала, вот, что так могут тепло проходить прямые эфиры. Действительно, с людьми общаешься. И, как я уже повторяла, говорила, сейчас повторюсь. У нас собралась такая, вы знаете, вот компания, вот лично у меня, из 300 где-то человек, которые на каждой ролике мои пишут. Если один не посмотрит, то следующий обязательно увидят. И я уже считаю, вы знаете, вас такими близкими и родными. И сегодня я хочу не то, что там и грустная нотка с вами поделиться, а вот рассказать то, что меня возмутило. Я понимаю, что праздничные дни, но нам же как-то надо возвращаться вот эти вот все будни и жить дальше. И, как я всегда говорю, люблю говорить, необходимо идти вперед, зарабатывать деньги, чтобы опять мы могли потратить эти свои средства, то ли на путешествия, то ли на праздники. Так вот, на днях после Рождества позвонила мне очень дальняя приятельница, и она мне говорит, Нателла, привет, тут у тебя, говорит, недалеко есть до малютки. Я говорю, да, есть, конечно, тут у нас где-то 4 остановки от меня, если транспорт там ехать общественным. Ну, она говорит, пожалуйста, найди мне контакты, я хочу позвонить. Я говорю, что ты хочешь? Она говорит, да, ну, какие-нибудь там игрушечки передать от внуков остались, но внуки уже за границу ехали, очень приличные игрушки, мягкие. Ну, и одежда, говорю, конечно, да, и вы знаете, я так, тоже с таким энтузиазмом, у меня дочка уже выросла, мягких игрушек просто завалить. Я их всех в машинке перестирала, высушила, ну, короче, собрала такие вещи, которые не... Не, а почему постирала? Потому что на чердак подняла, кульки замотала, но все равно, думаю, знаете, надо освежить все-таки детки, чтобы будут руки брать. Это я так думала, понимаете? Я вообще не знаю, ребята, к чему мы идем. Ну вот, меня так это возмутило. Ну, значит, нашла я контакты, все, приехала-то ко мне приятельница на машине, у него было то же самое, что и у меня. Она взяла еще и мои мешочки, там вещи, детские игрушечки, колбасы были сухие, конфеты были, подарочные такие, вот, знаете, новогодние эти самые, скажите мне, наборы. Ну вот, приехала две женщины, которые не бизнесмены, не там супер-пупер-пери-пупер, которые там, как говорится, с нас все сыпется. Нет, все очень скромно, потому что вещи, да, ношеные, ношеные. Но, вы знаете, до такой степени в секонд-хенде люди скупляются, а это пахнет, прям пахнет таким порошочком вкусным, постиранные, выложенные, игрушечки чистенькие. Ну, как, может быть, может ребенок затягать, если, допустим, у меня она одна была, дочка, и столько вот игрушек. Ну, короче, не буду долго говорить, все в идеальном, в отличном состоянии. И что вы думаете, ребята? Я не знаю. У меня просто, знаете, ребята, нету, нету просто возмущений. Возмущения, ну вот я даже вот сейчас начинаю говорить, и начинаю вот просто... Короче, возмущена. Возмущена тем, что у нас ничего ребята не приняли. Прикиньте, это вообще я в шоке. Нету этикеток на игрушках на мягких, вещи поношены. Стоп, подождите, на каждом углу все кричат, давайте помогать детским домам. Ну, хорошо, помогать только деньгами, тупо деньгами, которые неизвестно пойдут куда. Ну, правильно. Тут приехала две дамы, как говорится, привезти игрушки, конфеты. Конфеты приняли у нас, колбасу не приняли, потому что нет сертификата. Стоп, ребята, это значит, мне необходимо было зайти в супермаркет, подойти к администратору. Я уже буду знать теперь. И взять сертификат качества. Ну, ребята, ну, бред полнейший. Ну, полнейший бред, понимаете? Как ни уговаривала, как ни... Персонал такой бы, что и взял, который, знаете, действительно с детьми взаимодействуют. Нянечки, воспитатели. Такие, конечно, не очень у них лица были. Знаете, какое-то было недовольство. Я понимаю, одноразовая акция. Как говорится, есть чем поделиться. То почему не поделиться? Ну, вот, ребята, представляете, совершенно ничего не взяли. Я до такой степени возмущена. Если кто с этим сталкивался, сталкивались, или как-то, может, я бы неправильно себя повели. Представляете, дом малютки. Там деток до трех лет содержат. Эти детки, я, конечно, не буду вам попортить настроение, в каком состоянии я их увидела. Не разрешили ни подойти, ни поиграть с детьми. Мы подошли в старшую группу, там, где триодика. Ну, вы знаете, ребята, дети даже не разговаривают. Даже не разговаривают. Ну, естественно, я бы не я была, если бы я там не устроила концерт. Я там начала... Там у них такая елочка была неплохая. Чистенько, уютненько, вроде бы, как тёпленько. На лицах радости вообще нет, понимаете? Вообще нет на лицах. Девочка ко мне одна подошла, начала так вот мои волосики перебирать, смотреть мои украшения, колечко. И мне... Она, может быть, и сказала, ты моя мама там, или как разговаривать. Они разговаривать не умеют. Ребята, до такой степени я вот это была подавлена. Это просто, что вчера же с пылесосом начала танцевать. Ну, вы знаете, это какой-то, знаете, как самозащита от того, что сколько в мире несправедливости. Ну, ладно, там, допустим, я всё понимаю. Дети наркоманов, там, отказываются молодые матеря. Там разные жизненные ситуации есть. Ну, если государство берёт под своё крыло этих детей, как говорится, эти матеря, они сделали аборты, не выкинули их никуда. Максим, прекрати сейчас же. Они не могут просто без меня. Прекрати. Ага, так я о чём? Если действительно они берут на себя ответственность, ну, почему же нет таких вот психологов, чтобы давать деткам элементарную любовь? Не так, чтобы было детей много, там, знаете, тысячи человек, там, я не знаю, две тысячи человек. Там, вот так, если так посмотреть, двухэтажное здание, я грудничков не беру, но этих деток, наверное, человек 80, понимаете, человек 80, и радости нету, колготки рваные, всё рванное. Не знаю, я вот это вот говорю вам, конечно, может быть, и не надо было, но дело в том, что ужасное зрелище. Почему я так вот ещё слишком возбуждена и возмущена? Очень слишком раньше я хотела посетить, и что-то меня останавливало. Ну, психика, знаете, психика очень слабоватая. Думаю, ещё не время, ещё не время. И тут приятельница меня подтолкнула, как говорится. Очень было обидно. И знаете, я даже прямо хотела эти мешки оставить там у них возле этого детдома. Может, думала, как-то потом, типа, заберут. Но мне приятельница говорит, Наталла, Наталла, не надо, потому что столько случаев действительно выкинут. Лучше надо отдать кем-нибудь многодетным семьям. И вот я сейчас хожу по форумам. Контакт, к сожалению, в Украине не работает. Я зашла в Одноклассники, ищу форумы. Может, действительно, это какие-то есть многодетные семьи, которые действительно понадобятся вот эти вот вещи, игрушки. Потому что действительно у нас два балона было таких вот. Ну, продукты уже всё в холодильнике, потому что сколько же можно их хранить, я не знаю. Хотя и сухие колбаски. А мы колбаски этой сухой совершенно немного купили. Так, знаете, вот я в детстве лично любила, когда, знаете, с мелким салом вот так вот сосать. Ну, чего бы и нет. Даже если воспитатели покушали, ну, они что же там сутками пропадают. Ну, короче, ребята, вот такими новостями я хотела с вами поделиться. Они совсем праздничными. Ну, знаете, меня это просто возмутило. Я знаю, кто, если кто сталкивался, напишите мне, как вообще это происходит. Действительно, необходимы сертификаты качества на продукты, чтобы были игрушки с этикетками. Ну, вещи, ладно, вещи там постиранные, всё. Взяли конвертик такой, моя приятельница, он был вообще новый. С роддомом внучку забрала, и всё, вот это, оно, конечно, они не могли уже. Знаете, с таким видом, ну, типа, вот счёт, типа, всё, все деньги можно только на счёт. Только, знаете, только рублём, рублём. Ну, так же, что же нельзя. Почему бы я не смогла, да, я понимаю, дети смотрят, они привыкают, там, нельзя, потому что будут плакать. Ну, как-то же можно было нас спустить. Мы бы с детками там хороводики возле ёлочки, да. Ну, я успела, конечно, ещё как бы рассказать. Возле ёлочки хороводики поводили. Вот, и потом, когда мы уже выходили, я, конечно, была очень сильно расстроена и высказала своё УФЭ. Понимаете, высказала своё УФЭ. Совершенно их это не волнует. До такой степени, знаете, вот этих сотрудников каменные, очень каменные лица. Что вы хотите? Вы что, приехали сюда увидеть здоровых детей? А почему нет? Ну, почему нет, если всегда под боком есть врач, медсестра, должен быть психолог, воспитатели, преподаватели с образованием. Знаете, как это, почему, где у нас, куда вообще, куда смотрят. Так, скинули, знаете, где так, туда. Ходят, насукавряются, ногтики не подстрижены, как ногтиками грязь. Вот, девочки, на ушки, вообще не хочу даже говорить, это тихий ужас. Ребята, прошу прощения, что вы только в праздничные дни. Ну, праздники уже заканчиваются. Просто, знаете, я знаю, что меня многие поддерживают, пишут мне комментарии хорошие. И, кстати, какие-то дизлайки появились тоже. Но я рада вообще, значит, меня смотрят. Вот, по поводу, у кого был опыт. Я вот знаю, что мастер по сбору меди-канал такой есть. У него тоже, это вот собаки. Вот собаки, да, купили мясо, купили там, я не знаю, костей, привезли, пожалуйста. И в этом приют для собак. И отлично все. Да, дети, это не собаки. Я понимаю, сейчас вы будете меня, может быть, критиковать. Ну, почему так сложно? Ну, проверьте в эту еду. Ну, проверьте в эту одежду. Какие-то приборы у вас есть. Неужели только мы приезжаем с такими вот баулами? Наверное, что же еще есть люди, которые действительно хотят помочь детям. Ну, правильно я говорю, ребята. Ну, честно говоря, возмущена. Не то слово, как возмущена. Ладно, ребята, вслед к наступающим старым Новым Годам. Желаю всем, всем, всем быть людьми. Да, чтоб нам только было да. И, как мне понравилось одно выражение. Почему мы всегда только желаем хороших выходных, хороших праздников и так далее. Надо желать каждый день. Я желаю каждый день, чтобы он хороший, светлый и прекрасный. Вот, ребята, так поделилась я мыслями с вами. Поглядываю в окно сейчас, так, может, вы заметили, куда я смотрю постоянно. До такой степени метет снег, это, я не знаю. А, и, кстати, вчера снега не мело, я не увидела. Не увидела, чтобы где-то там на саночках покатали. Там на каких-то, чтобы какую-то стежу бабу слепили. Ну, короче, ребята. Извиняюсь еще раз, что поделилась с вами с этим. Может, кому-то скажет, вот, зачем, зачем решила вот это вот. Ну, действительно, первый раз, первый раз я захотела поехать в детский дом, посмотреть и как-то вот деткам, почему бы нет. Да, ну, почему бы нет, если есть. Все, ребята, большое спасибо, что меня выслышали. До новых встреч. С вами была Нателла. Всего вам доброго.